Как защищаются травоядные животные? Своим рождением каждое животное получило право на жизнь, и оно всячески борется за это право. В борьбе за выживание животные обзавелись поразительно разнообразными защитными приспособлениями и выработали определенные стереотипы защитного поведения. Однако животным необходимо менять способы защиты и совершенствовать, поскольку хищники все время вырабатывают новые методы овладения добычей. Бегемот Его относят к числу самых опасных животных, но опасность они представляют лишь для тех, кто сам пытается им угрожать. Хищники нападать на бегемота опасаются потому, что уж больно он ужасен в гневе, да и вооружен отменно. Несмотря на то, что бегемот – животное травоядное, зубы у него, пожалуй, самые страшные, особенно нижние клыки. Они растут всю жизнь и достигают длины свыше полуметра. В припадке ярости бегемот запросто перекусывает пополам гигантского крокодила. Известен случай, когда на бегемота, когда тот пасся на берегу, напал лев. Наверное, он был слишком голоден. Бегемот даже не стал его рвать клыками и затаптывать своими сильными ногами, а просто ухватил за шкирку и затащил в воду, где глубже. Там бедолага лев и захлебнулся. А еще был случай. На отдыхавшего в реке бегемота напала акула. Это был довольно крупный, порядка двух метров экземпляр сельдевой акулы. В своей стихии она не пропускает никого. Рыба, морское животное, человек – все идет ей на прокорм. И вот эта хищница решила полакомиться бегемотом. Но в буквальном смысле не на того напала. Бегемот выволок морское чудовище на берег и уже там растоптал. В среде бегемотов не обходится без конфликтов. Во время брачного периода или при распределении мест прокорма дело заканчивается дракой и проливается кровь. Бегемоты-самцы периодически выясняют, кто из них больше. Война может начаться лишь в том случае, если оба претендента имеют одинаковую весовую категорию. Носорог. Почти мифическое существо. Родиной является Африка и некоторые части Азии. Это крупное травоядное животное, чьей отличительной особенностью являются огромные по размерам рога, торчащие из верхней части головы. Благодаря своим размерам, силе и агрессивности во время атак в дикой природе носорогу никто из хищников не угрожает. За исключением разве что человека. Хотя детеныши носорогов или больные животные могут стать жертвами львов или крокодилов. Носорогов считают медлительными и неповоротливыми животными. Однако они могут развивать скорость при беге от 48 до 64 километров в час. Носороги отличаются очень агрессивным характером. Раздраженный носорог способен наброситься, а убежать от него практически не представляется возможным. Подобные нападения могут быть ничем не спровоцированы, поэтому и не рекомендуется приближаться к носорогам. Во время атаки носорог не использует свой рог, а дерется резцами нижней челюсти и наносит ими глубокие секущие удары. Ни одно плотоядное животное не может спорить в силе с травоядным носорогом. Он почти без усилия ломает деревья и сучья, как былинки. Ленивцы. Удивительные создания. Можно подолгу наблюдать за тем, как они вальяжны и вместе с тем изящно перемещаются, томно прикрыв глаза и никуда не торопясь. Ленивцы обитают на верхушках деревьев в тропическом климате. Их волосатые тихоходные тела обеспечивают идеальные условия для роста водорослей и грибов, обеспечивая ленивцев зеленоватым камуфляжем по всему телу. Один из главных врагов ленивца – это южноамериканская гарпия, обладающая силой и скоростью и способная нападать с воздуха. Ленивец не имеет никаких шансов убежать от птицы или крупной кошки вроде ягуара, поэтому полагается на маскировку и абсолютную неподвижность, оставаясь практически невидимым. В царстве животных самыми крупными являются слоны. Водятся там, где очень жарко – в Африке и Индомалайском географическом регионе. Слоны впечатляют своими размерами. Вес взрослых особей может достигать до 7 тонн. Хобот – это универсальный орган для слона. Им он выполняет много действий. Вырывает траву, срывает листья и плоды с деревьев. Набирает воду, бьет им о землю в приступе агрессии и ярости. Обнимается при встрече с сородичами. Слоны – ловкие и подвижные животные. Хорошие бегуны и пловцы. Могут развивать скорость до 48 км в час. Нападение слонов на людей – очень частое явление. Дикие слоны нападают на фермеров, крестьян, туристов. Слон, живущий в дикой природе, не должен быть робким. Иначе он не сможет оказать сопротивление таким хищникам, как тигры и львы. Но люди опаснее диких хищных зверей. Они расширяют свои поселения и вторгаются в исконную среду обитания слонов. Как результат, теряется доступ к еде. Это вызывает стресс у животных, которые послужат причиной нападения. Был случай, когда слона ранил местный житель, и животное стало преследовать его. Человек, пытаясь спастись, забрался на дерево. Но слон сумел повалить дерево и потоптал его. В другом случае стадо из 50 диких слонов появилось из леса и пробежало через деревню, крушав все и растаптывая людей. Случается, что могучие великаны мстят людям за убийство своих собратьев. В Бангладеш фермеры застрелили одного слона. После этого стадо ворвалось в деревню, разрушило дома и уничтожило все деревья и сады. Но не надо во всем винить огромных и умных животных. На такое поведение их провоцирует человеческая деятельность. Люди никак не могут найти компромисс, способный примирить обе стороны. Олени – травоядные животные. У них не так уж много способов защиты от естественных врагов в дикой природе. Но их бывает достаточно для того, чтобы выжить и сохранить популяцию среди многочисленных хищников и обидчиков. Основной способ защиты от врагов у оленей – копыта. Копыта у всех представителей семейства достаточно сильные, поэтому хищники опасаются нападать на них спереди или сзади. Лучшим маневром для хищников является нападение сбоку. Сильные ноги можно назвать еще одним способом защиты. Они помогают оленям развивать большую скорость. Убегать от врагов так быстро, что те просто не в состоянии их догнать. Олени способны развивать скорость от 50 до 70 км в час. Их детеныши не обладают такой способностью. Поэтому нередко мать, завидев опасность, старается привлечь внимание хищника и начинает убегать, чтобы тот оставил в покое ее детеныша. Природа наградила оленят еще одним средством защиты. Они настоящие мастера маскировки. И помогает им в этом не только пятнистая шкурка. Заметив опасность, они распластываются на земле и замирают, почти не дыша. Неподвижный объект не привлекает внимания тигра, волка или гепарда. В результате олененок остается целым и невредимым. А вот рога большинству оленей служат скорее для разборок в собственной семье, для сражения с соперником во время брачного периода и способом защиты от врагов являются далеко не всегда. Самым основным врагом оленя является волк. Именно он наносит наибольший ущерб. Волки опасны тем, что убивают больше животных, чем могут съесть в данный момент. Поэтому их нередко сопровождают мелкие хищники, которые самостоятельно напасть на крупного оленя боятся. Зубр – это самое тяжелое и крупное наземное млекопитающее. Вес взрослого зубра составляет от 400 до 900 килограмм. Длина тела – около 3 метров. Высота – до 2 метров. Естественная среда обитания зубра – это леса и лесостепи. Но в связи с охотой животное ушло в глухие места и сохранилось лишь в густых лесах. Зубры ведут оседлый образ жизни на небольшом участке леса, который покидают только в случае отсутствия корма. По лесу зубры ходят практически бесшумно и молча. Друг с другом общаются с помощью короткого похрюкивания или фыркания при опасности. Передвигаются медленным шагом. На голоб переходят только в опасных ситуациях. При этом могут также прыгать. Естественных врагов у зубра очень мало. На взрослых особей осмеливаются нападать стаи волков. На молодняк же охотятся волк, рысь, леопард, медведь. В случае опасности зубры могут переходить на неожиданно быстрый и лёгкий голоб. При этом они умудряются всё так же мало шуметь. Характер у этих животных спокойный. Но если зубр чувствует себя в опасности, он может перейти в атаку. Известны случаи, когда зубры атаковали машины. Чаще всего они лишь угрожают, совершая ложные выпады в сторону предполагаемого врага. Морские игуаны Морские игуаны обитают исключительно на Галапагосских островах. Способны проводить большую часть жизни в воде. Внешний вид морских игуан действительно причудливый. Если посмотреть на морскую игуану вблизи, то складывается ощущение, что она вся как будто покрыта бронёй, а на голову надет панцирь шипами. Такое впечатление производит грубая чешуйчатая кожа. Довольно устрашающая внешность отпугивает хищников. В воде морские игуаны исключительно ловкие и быстрые. Плавая, они как будто извиваются всем телом и хвостом. А выйдя на берег, морские игуаны крепко цепляются за камнем мощными когтями. Но от воды ящерицы никогда не удаляются больше, чем на несколько метров. А происходит это из-за боязни морских акул, пожалуй, единственных угроз для ящерицы в воде. На суше врагом является одичавшая собака. По сути, эта ящерица не особенно умеет защищаться. Несмотря на довольно устрашающий внешний вид, морские игуаны не имеют ничего общего с хищниками. Заяц имеет много врагов, поэтому ему нужно хорошо защищаться. Для этого у него есть масса приспособлений. И одно из главных – это их большие уши. Уши служат локаторами, точно фиксируя, откуда исходит подозрительный шум. Большое значение имеет расположение глаз. Зверек, не поворачивая головы, видит не только перед собой, но и по сторонам и даже чуть-чуть сзади. Но этого недостаточно зайцам, чтобы спасти себе жизнь. И поэтому их задние лапы прекрасно приспособлены для быстрого бега. Самые быстроногие зайцы развивают скорость до 80 км в час. Быстрота бега – несомненное приспособление к защите от хищников, так как добывание пищи не требует быстрых перемещений. Ну а если все же кто-то сможет догнать зайца, то на этот случай шкурка у них непрочная и слабо прикреплена к телу, поэтому часто клочья шкуры остаются в зубах хищника. Заяц не просто убегает от хищников, он еще и хитрит при этом. Пробежит какое-то расстояние вперед и, если преследователь далеко, вернется по своим следам, сдвоит, а то и строит их. Или прыгнет в сторону, сделает сметку. Собака, волк или лиса, идущие по следу зайца, путаются, но не могут понять, куда же побежал он – вперед или назад. А зайц тем временем еще раз хитрит, еще раз делает большой скачок в сторону, и был таков. Пока хищник будет разбираться, заяц уже окажется далеко. Газель. Животное – символ ловкости, скорости и грации. Красивое тело на миниатюрных копытцах может нестись со скоростью до 65 км в час. Большинство газелей обитают в Африке, но их историческая родина – Азия. Твердая почва степей – самое подходящее место для жизни газелей. Даже самый маленький кустик может служить животному укрытием от палящего солнца и маскировкой от врага. А их у газелей предостаточно. Это в первую очередь гепарды, львы, леопарды, пернатые хищники, беркуты, орлы, могильники и даже грифы. Но не так просто поймать газель. Слух у нее отменный. Слышит каждый шорох, даже сквозь дрему. И если услышит врага, то тогда ее спасают быстрые ноги. Иногда животное останавливается, проверяя, не ошиблась ли в угрозе. Нередко такие проверки заканчиваются плачевно. Хищник не упускает своего шанса. Главным приемом спасения от врагов являются прыжки в сторону и бег зигзагом. Зебра. Жизнь зебр полна опасностей. Для львов, гиен, леопардов и крокодилов – 250-килограммовое животное – желанная добыча. Зебра может развивать скорость до 55 км в час. Но иногда хищнику удается схватить ее, напав неожиданно и незаметно. Львы затаиваются в зарослях кустарника, крокодилы – в мутной речной воде, а леопардов скрывает ночная мгла. Останется ли зебра в живых? Во многом зависит от быстроты реакции членов стада и их сплоченности. Ночью, когда большинство зебр спит, часовые бдительно охраняют их, прислушиваясь к ночным шорохам. Почувствовав приближение непрошенного гостя, зебра подает сигнал тревоги, будя все стадо. Когда семейству грозит опасность, жеребец смело заслоняет с собой самок от хищника и кусает его, давая им возможность убежать. Был удивительный случай, произошедший в долине Серенгетия. Стая гиеновых собак напала на стадо зебр, и хищникам удалось отбить от стада самку и двух жеребят. Поскольку остальные члены стада убежали, самке и жеребятам пришлось самим отбиваться от собак. Вскоре те стали нападать еще более агрессивно, и матери с малышами было все труднее защищаться. Казалось, гибель неминуема. Вдруг появилась группа зебр, несущихся с большой скоростью. Зебры плотным кольцом окружили мать и жеребят, и вся группа быстро убежала по направлению к стаду. Собаки преследовали их еще метров пятьдесят, но потом отстали. А еще защищается зебра с помощью мощных копыт, которыми бьет со всей силы врага. Иногда такой удар может быть смертельным. Такое животное очень больно кусается. Животное отличается особой красотой и грацией, которая не только завораживает, но и вызывает восхищение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok